Деловой глянец Сегодня в программе бестселлер в 11-м поколении в Запорожье представили новую Toyota Corolla. Шоу-бизнес с журналистским взглядом. Интервью со звездным экспертом Еленой Гранишевской. Праздник по-мужски. В Запорожье отметили день воздушно-десантных войск. Что определяет статус человека? Образование, воспитание, образ жизни и автомобиль. Не будем скрывать. Точнее его качество, комфортность и современность. Компания Toyota хорошо об этом знает, поэтому системно повышает уровень выпускаемых авто. Премьера этого сезона новая Toyota Corolla. Бестселлер в 11-м поколении. Мы были на презентации. Сегодня проходит общеукраинская презентация Toyota Corolla. Toyota Corolla это седан, который завоевал признание во всем мире. Это продается уже 11-е поколение. И я уверена, что именно это поколение будет самым лучшим поколением. Потому что дизайн нашей машины это что-то. Toyota Corolla 2013 года полностью выдержала философию своих предшественниц, совершив при этом качественный прорыв как в дизайнерском, так и в техническом плане. Глазам запорожских покупателей предстал модерновый седан с явной претензией на лидерство в своей нише. Новый кузов в фирменном стиле Kinlook, длинная колесная база и уменьшенная общая высота – это первое, что делает новую Corolla автомобилем с идеально четкими линиями и с балансированными пропорциями, отмечают создатели. Новая Corolla была створена, чтобы задовольнить широкий спектр глобальных потребных клиентов. Продавая автомобиль и мужчине, и женщине мы в первую очередь говорим о нашем качестве. О качестве нашего автомобиля, о качестве нашего обслуживания. Мы продаем лучшие автомобили, и мы этим гордимся, и именно об этом мы рассказываем нашим клиентам. Очень хорошая машина, нравится. Дизайн агрессивный, спортивный. В принципе, внутри отделочка замечательная. Безусловно, новая Corolla мне очень понравилась. И я не просто здесь нахожусь. В моих планах действительно приобретение этой Corolla. Что принципиально важно в автомобиле для современной деловой девушки? В первую очередь, это, безусловно, качество. А Toyota действительно может предоставить качество. И помимо качества самой машины, самого автомобиля, качество сервиса, дополнительное качество, что хочется любой девушке, женщине. Это элегантность, это действительно удобство. И действительно, новая Corolla стала не только просторнее и комфортнее, но и благодаря повышенному уровню бесшумности, тише своей предшественницы. Кроме того, конструкция новой Corolla позволяет достичь минимальных уровней пробуксовки, что значительно уменьшает расход топлива и выбросы СО2. Актуально, не правда ли? Все эти показатели еще раз объясняют, почему Corolla настолько популярна среди автолюбителей. Шутка ли? С 1966 года, когда свет увидела первое поколение легендарного авто, и по сегодняшний день в двух полушариях продано 40 миллионов автомобилей Toyota Corolla. В 1995 году седан даже был официально отмечен в книге рекордов Гиннесса, как самая продаваемая машина в мире. Николай Алексеевич, обрадуете, вы на Toyota ездите или нет? Представьте, вот буду ездить скоро, ездить на Toyota, потому что это безопасность, это качество, это классно. Напомним, что автомобиль доступен для заказа в Toyota Центр-Сапорожье Восток Авто. В шести вариантах комплектации с тремя бензиновыми двигателями объемом 1,33, 1,6 и 1,8 литра. Тест-драйвы у нас проходят ежедневно. Для того, чтобы записаться, достаточно просто приехать к нам, имея с собой права. Тест-драйвы проходят у нас по нескольким маршрутам. Клиент сам выбирает, где бы он хотел проехаться, по трассе или по городу. Мы единственные в Запорожье, кто предлагают длительные тест-драйвы. Это когда можно проехать в город, проехать целый день на машине, чтобы опробовать все ее технические характеристики. Одним словом, стоит лично оценить технические характеристики, комфортность и элегантность новой Toyota Corolla. И четко понять, почему же каждые две минуты в мире кто-то становится ее счастливым обладателем. Ваш новый статус с новой Corolla. С ней дружат звезды театра и шоу-бизнеса, доверяют ей самую сокровенную информацию, советуются, с удовольствием дают эксклюзивное интервью и считают своей. Все это о запорожском журналисте Елене Гранишевской, которая уже много лет считается звездным экспертом в нашем городе. А ведь когда-то она сама могла покорить большую сцену. О настоящей жизни знаменитости, разговорах за кулисами и призвании звездных журналист в блиц-интервью с Еленой Гранишевской. Она 27 лет в журналистике, из которых большую часть дала общению со звездами. Елена Гранишевская. Именно она первой запишет интервью с известным исполнителем, актером или режиссером, посетившим Запорожье. Именно ей дадут эксклюзив, пригласят в гримерную, напишут дружеские комментарии в социальных сетях. Потому что знают много лет и доверяют профессиональному подходу звездного журналиста. Когда я работала еще в индустриальном Запорожье, у нас была тогда комсомольская организация, и мне, значит, вменили почетную обязанность. Когда приезжали к нам с гастролями, это был конец 80-х, всякий рок, исполнители и так далее, значит, я должна была находить, где поселились эти звезды, ехать туда к ним, прям тогда не было никаких директоров там и так далее. Вот, я ехала в гостиницу, стучалась в номер, говорила, здравствуйте, я представитель комсомольской организации средств массовой информации Запорожья. Я говорила, вот у нас есть такая комсомольская гостиная, она находилась в доме печати на пятом этаже. Мы вас приглашаем, туда придут наши ведущие журналисты, они вам зададут вопросы, а потом каждый будет, значит, писать интервью. Вот я так приглашала Владимира Кузьмина, который только-только тогда появился, Игоря Николаева, Леонтьева. А вот с теленеделя уже началась такая активная жизнь журналистская, связанная со звездами. Почему такую почетную миссию предоставили именно тебе? Тебя бросили под танки, и артистов приглашают в том числе. Ведь не просто так, наверное, до этого было понимание, что именно этот человек интересуется искусством, или театром, или шоу-бизнесом. То есть подготовлена ведь какая-то пучка, наверное, к этому была. Я вообще сама пою с детства. То есть я все школьные годы провела в ансамбле песни и танца «Чайка» городского дворца пионеров. У нас был известнейший вообще в Союзе коллектив. Мы, допустим, пели на одной сцене тогда с Иосифом Кобзоном, с Львом Лещенко, с Юрием Богатиком. Вот я в этой среде творческой с детства вращалась. Мне там не стоит труда большого расположить к себе любую звезду. Любое общение, любое интервью с ней – это не просто сухое изложение фактов. Интервью превращается в какую-то искренность, откровение. И ты забываешь даже порой, что даешь интервью. Это, наверное, великий дар – умение общаться с людьми, умение расположить к себе людей. Ну и, наверное, это говорит о том, что у человека есть талант. У тебя большой круг общения с известными людьми, с артистами. У тебя много друзей на том же Фейсбуке известных, да? Но какой процент из них, если так можно сказать, все-таки действительно являются близкими людьми? Вот откровенно. Ну, смотри, Сергей Рогожин, бывший солист группы «Форум», нынче известнейший. Ну и он вообще очень давно здесь. Мы с ним… По его комментариям на Фейсбуке я поняла, что это ближайший друг. Мы с ним с детства дружим. Мы с ним вместе пели в ансамбле песни и танца «Чайка». Он был у нас солистом. Это Дмитрий Золотухин, Петр Первый нашего кино советского. То есть это те люди… Допустим, и у Мити Золотухина я была в Москве в гостях. И мы с ним настолько… Ну, мы можем обсуждать любые темы, там, что касается личной жизни, что касается, там, я не знаю, там, событий в жизни. Ну, то есть, ну, с Андреем Данилко я очень давно тоже дружу, потому что, понимаешь, еще в чем тут такой может быть, ну, фишка? Когда многие начинали свою карьеру на сцене, это я вот еще беру, ну, допустим, тот же Андрей Данилко, тот же, та же Тая, да. Я как раз начинала в журналистике заниматься. У вас то впало, восход. Да, да, да. И мы вот, они еще были там… Я в очень хороших отношениях, ну, не скажу, что это дружба, но в хороших отношениях с тем же Славиком Вакарчуком. Потому что, например, когда он с Океаном Эльзой, уже не помню в каком, в 90-м или в каком-то году, приехал впервые вообще в Запорожье, они только начинали, и они выступали в зале кинотеатра «Хортицкий». Туда, там было 50 человек всего в зале, да, и я одна единственная из всех представителей средств массовой информации, туда приехала и сделала с ним интервью. Слезы колышутся за векном, сосны, а вколо моя стена, слезы лякают своим теплом. Сосны, нанай, 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 нанай. А с нашими, там, Сумская, например? Ну, Сумская, Оля, мы вообще с ней учились в одной школе, только она училась у меня на два года младше. Да, недавно мне рассказали мои… Я ей рассказала мои, ну, друзья, что говорят, у них ребенок учится в первой школе, и они мне говорят, Лена, ты знаешь, там есть доска какая-то там почета, я не заходила, на ней, значит, висят фотографии. Ими гордится наша школа. Оля Сумская, Людмила Супрун и я. Три фотографии? Ну, вроде бы как, я не видела, да. Я Оле позвонила, говорю, Олькин, представляешь, мы с тобой висим вместе. Вот, ну, хотя и Люда знает. То есть с Олей мы, конечно, очень долго не виделись там после школы, но когда вот опять начались там, я там в Киеве, она сюда приезжала, мы общаемся, мы перезваниваемся. Это недоступно для общения. Конечно, да, конечно. У них же стереотипы, шаблон какой-то. Вот я скажу тебе, тоже многие спрашивают, чем талантливее и крепче, так будем говорить, артист любой, тем он доступнее и демократичнее. С такими друзьями, приятелями, знакомыми вам в Москве, в Киеве, в шоу-бизнесе российском, украинском, вот ты у меня спрашивала, что я здесь делаю, а что ты здесь делаешь до сих пор? Ну, нет, смотри, у меня были предложения именно как журналисту уехать работать в Москве. Это были тоже начало 90-х, да, нет, вру, не 90-х, конец 90-х, начало 2000-х. Меня пригласили к себе работать российская комсомольская правда. Я туда поехала, и тут вдруг мне звонит, была такая газета «Жизнь», я не знаю, сейчас ее нет, желтая, желтея не придумаешь. Да, это был где-то 99-й, 2000-й год. На тот момент, ну, вот для сравнения, да, здесь я зарабатывала, ну, пусть это будет там, ну, 500 долларов, да, возьмем. Мне он там предложил 4 тысячи долларов в месяц, плюс оплата жилья, которое я сниму, вот. Ну, и как бы офис, если компьютера, у нас тогда такого не было. Ну, в общем, я вечером пришла домой и позвонила своим друзьям, тоже, кстати, вот артист, ну, как артист, Лариса Рубальская, известная композитор, Дмитрию Харатьян, мы с ним тогда очень, да, тесно так общались, было хорошее, Станислав Говорухин, Аркадий Инин, все они мне сказали, если ты туда пойдешь работать, забудь наши телефоны. И я на следующий день отказалась, потому что, ну, как бы, может, это глупые какие-то принципы, да, может быть, это, я не знаю, но я не для того зарабатывала авторитет в этом, ну, журналистском бизнесе, для того, чтобы потом взять и вот так вот растерять это все. Ради чего? Если вернуться к сцене, вот ты пела, да, ты знаешь многих артистов, вот ты никогда не жалела, что не пошла по этой дороге, театральной или эстрады, ведь ты тоже могла сейчас быть артистом. Ты знаешь, ну, я же собиралась поступать в Гнесинку после школы, но меня не отпустили родители, потому что, ну, сказали, Москва, нет, ну что, нет, нет. Я думаю, что ты на зло куда-то поступала, да, в итоге? Торговый, да, термор. Да, у меня есть красный диплом торговый, как это называется, промышленные товары. Просто, наверное, наверное, если бы тогда, в те годы я бы куда-то бы таки поехала, там, в Москву, куда-то, наверное, бы что-то бы получилось, потому что тогда не нужны были такие деньги, тогда ты мог брать талантом, да. Но когда я уже связала жизнь с журналистикой, это, слава богу, уже 27 лет. Вот. То есть я пою, когда я хочу. Там я могу, у меня масса друзей-музыкантов, я могу там попеть в караоке, я могу попеть в компании, там, где-нибудь, если мы где-нибудь в ресторане, где есть живые музыканты, это обязательно, потому что все знают, вот, что, как бы, что я пою. Может быть, еще это помогает, знаешь, ну, находить общий язык. То есть мне есть с ними о чем поговорить, и есть, как бы, показать, что я не просто какая-то пустышка, которая начиталась в интернете о них, и задаю тупо им вопросы какие-то, а что я понимаю, чем они занимаются, что они делают, и могу даже где-то, может быть, как-то это оценить. Я в шутку всегда при встрече называю ее Уитни Хьюстон. Ну, вот что-то мне напоминает в ее взгляде, выражение лица, может быть, этот блеск глаз, улыбка. Очень очаровательный, обаятельный человек. Талантливый человек, он талантлив во всем. Пусть не до конца, не абсолютно, но он талантлив во всем. И, конечно, человек может и писать стихи, и петь, и выступать, и быть артистом, но все-таки ему нужно где-то определиться, чтобы все-таки стать в самом главном каком-то деле настоящим профессионалом. И поэтому я думаю, то, что она пишет, это именно ее дело. И ее будущая карьера еще, конечно, мне кажется, даже еще впереди ее карьера. Но то, что она может петь, то, что она общается, это ей, ну, как можно сказать, это ее та же грань, которая сверкает по определенном каком-то свете, при определенном каком-то ракурсе эта грань начинает сверкать. Я уверен, что мы еще много граней и еще найдем у Елены Гранишевской. Она не в шоу-бизнесе, но рядом с ним. Сегодня Елена Гранишевская профессионально занимается организацией музыкальных и кинофестивалей, проводит звездные пресс-конференции и следит за продвижением запорожских талантов. И, как и 20 лет назад, неизменно дает эксклюзивное интервью в каждый номер родного издания. Привычно для себя открывая правду, которую не доверят никому другому. А это, пожалуй, дороже капризной эстрадной карьеры. Яркий праздник для настоящих мужчин. В Запорожье масштабно отметили День воздушно-десантных войск. Далее Олег Газманов и Николай Расторгуев с лучшими песнями. Подарки и почести. А также крепкие парни в тюльняшках и синих беретах. Конечно же, это праздник особый. Этот праздник, он заслуживает такого статуса. И я уверен, что многие молодые люди мечтают попасть именно в этот род войск, который делает из мужчины настоящего мужчину. Крылатая пехота, голубые береты, элита армии. 2 августа десантники Украины, России и Белоруссии отметили свой мужской сильный и яркий праздник. С прошлого года решением президента Виктора Януковича он стал для нашей страны национальным. Запорожье в этом вопросе на передовой. Именно в нашем городе День ВДВ традиционно отмечают с размахом. Я ждал, как второй день рождения. То есть день рождения так ждал, как праздник ждал. Ни один праздник, военный праздник не празднуется так, как празднуется День ВДВ. Хоть это в Украине, в России, в Белоруссии, неважно где, он празднуется масштабно везде. Это праздник мужества, славы. Это самая элита, что не наесть гордость. У меня муж бывший МВДВшник, поэтому я сегодня так одета, его поддерживаю. История воздушно-десантных войск берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение десантника в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть все преимущества парашютно-десантных частей. Уже к лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом 5 советских восточно-десантных корпусов. И десантники смело вышли на передовую Великой Отечественной войны. Высокая боевая выучка, отличная физическая подготовка, отвага и преданность Родине – это все о десантниках. Есть в этих голубых беретах что-то романтичное. То, что не может изменить ни время, ни обстоятельства. Ну, как говорил Маргелов, тот, кто не покидал борт самолета с большой высоты и ощущал упругого порыва воздуха, листа ветра в ушах, тот никогда не поймет. Будем говорить, этого праздника и чести десантов. Встречаешь ребят, поздравляешь. Все, кто носят тельняшки, они как одно единое братство такое. Неважно, кто где служил и в какие года. Чешко служил, как всем нормальным хлопцам, которые служили в армии. Краще подготовка вейсковая и так далее, однозначно. Для нас, артиллеристов, связистов, была большая честь бок о бок в Афганистане сражаться с десантниками, потому что мы были уверены, что они не подведут. На площади перед каскадом «Радуга» около 30 тысяч человек. На сцене они самые мужественные и неповторимые. Юрий Шкетун, Алид Газманов, Николай Расторгуев и другие любимые десантниками артисты. Праздничный концерт – подарок для всех горожан. Для десантников отдельная благодарность. В этом году область предоставила воинам ВДВ пять квартир и сертификат на материальную помощь Союза ветеранов Афганистана. У нас с вами будет много работы, у нас с вами будет много побед, и у нас с вами будут праздники, потому что Запорожье звучит гордо! Слава нашим десантникам! Остается только пожелать украинским десантникам мирного неба над головой. Ведь никогда небесно-снева и шум ветра в ушах не будут романтичными под свист пуль и разрывающий грохот взрывов. Пусть синие береты останутся символом отваги и национальной гордости, но никак не боли и потерь. С праздником! Иж недавно учились, мы в классе десятом, и часы проверяли по школьным звонкам. А теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. А теперь привыкайте, ребята, к десантным, А теперь привыкайте к ребятам, где саду продуваемым, всеми ветрами войскам. Нам интересно все, что происходит в деловой и светской жизни Запорожья. Поэтому яркие события всегда окажутся в центре нашего внимания. Смотрите нас на телеканале МТМ и оставайтесь в курсе неповторимой жизни нашего города вместе с программой «Деловой глянец». С вами была Ольга Коваль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!